Помните, как осенью чиновники республики увлеченно раздавали друг друга некие паспорта готовности к зиме? Они соревновались в скорости их выписывания, спорили, у кого этот паспорт самый красивый и самый толстый. Но природа родного края безжалостно обнулила все эти Филькины грамоты, и первый же морозец с первым снежком выписал жирный и зловонный паспорт неготовности к зиме. Всей команде ХЭ, собственно, неготовности даже к умеренным перепадам температур. Температура опустилась только до 15 градусов, а в деревле Султанбекова Аскинского района сразу же взорвалась котельная, убив одного сотрудника. Паспорт готовности котельной, кстати говоря, в развалинах обнаружен не был. Температура опустилась еще до 18 градусов, и в селе Жуково и селе Нагаево начались перебои и отключения электричества. А потом уже в Уфимской школе номер 105 взорвались батареи, залив кипятком здания с верхних этажей до нижних. Ну, еще немножко похолодало, и взбунтовались фекалии. 5 и 6 декабря прорвало магистральные канализационные коллекторы в Уфе на улице округа Галля и на проспекте Салавата-Юлаева, где, кстати, десятки автомобилей были затоплены фекалиями по самые окна. В центре Уфы встали трамваи, половина автобусов не вышла в этот мороз на линию. Ну, во многих многоквартирных домах прорвало трубы отопления и канализации. Вот, например, в доме номер 180 по проспекту Октября затопило кипятком и, простите, говном подвалы практически полностью, и жители опасаются подмыва фундамента и в дальнейшем обрушения здания. Жители этого дома номер 180 по проспекту Октября даже обратились с мольбой к Хабирову, чтобы он их спас. Ну, интересно, чем им может помочь Ради Фаритович? Уважаемый Ради Фаритович, помогите, помогите предотвратить такую же трагедию, которая произошла в Астрахани. Подвал дома по проспекту Октября 180 в критическом состоянии. Кипяток и канализационные стоки из-за прорыва труб заполнили весь подвал. Аварийные службы бессильны. Говорят, что никогда еще не встречали такого ужасного состояния дома. Единственного мужчину, активиста, который активно пытался решить проблемы дома, забрали на СВО. На самом деле, иначе быть и не могло. И крупные коммунальные аварии в республике Башкортостан – это только вопрос времени. Если пять лет в приоритете собственные карманы и на оставшиеся деньги пьянки-гулянки, ну, тогда трубы точно лопнут. Закономерно возникает вопрос, ответит ли кто-нибудь за вот подобную готовность, беру это слово в кавычки, к зиме. Отберут ли у кого-нибудь из чиновников паспорт чиновника, например, или что-нибудь еще? Не думаю. Уфа-Водоканал уже завел песню о том, что лопнувшие трубы, они, дескать, аж 70-х годов, и что виноват только мороз. А источников финансирования компенсации ущерба владельцам утонувших в фекалиях автомобилей не найдено. Владельцы, конечно, попробуют посудиться с Уфа-Водоканалом, но боюсь, что самый справедливый и самый непредвзятый суд вежливо попросит их документально доказать то, что в их автомобили попали именно те фекалии, которые в этот момент протекали по трубам Уфа-Водоканала. А вдруг эти зловредные автолюбители сами, как говорится, туда чего-то наложили, чтобы получить компенсацию денежную с кристально честного и чистого Уфа-Водоканала? Ну, в идеале, конечно, Уфа-Водоканал должен выкупить вот эти уделанные дерьмом автомобили по рыночной цене, а потом уже думать, что с ними делать. Но такого точно не будет. Вообще, надо отметить, что власти республики к ответственности относятся весьма односторонне. Ну, никакой взаимности с гражданами. Попробуйте не заплатить налоги в срок. Вырвут, выгрузут, да еще и оштрафуют, а то и посадят. То есть, вот то, что вы должны отдать им. А вот ответить за то, что предоплаченный, в общем-то, объем фекалий, который называется водоотведением и канализацией, который, значит, вот мы оплачиваем, чтобы это все куда-нибудь, куда нужно делось, и почему-то это самое вдруг врывается в нашу жизнь и в салоны автомобилей, вот ответить за это они точно не готовы. Ну, текут, как говорится, фекалии по улицам и текут. Трубы у нас 70-х годов.